Прошлый раз мы разбирали с темой экземсий, мы уже не закончились, и я помню, что мы разбирали содержательно-генетическое экспортение экземсий. Таким образом, концепт идеи направлялся в культуре, мы говорили о том, что вообще-то начало идеи по рефлексии было связано с сознанием, и предложение концепта сознания для решения проблем анаминализма и реалитма. Затем, уже работая с концептом самого сознания, Джон Волг иногда производил утвоение этого сознания, и, собственно, было понятие рефлексии как самонаблюдение за процессами своего собственного сознания. Дальше эти представления были заимствованы в развивающейся психологии методи интросплекции. Далее, определенный шаг в развитии представления рефлексии был сделан уже Владимиром Лефевром, в том числе в ряде споров, которые разгорались над великим московским методологическим кружком. И Лефевровское понятие рефлексия, оно все еще было психологистическим понятием, было связано с процессами сознания. Ну и простейшую модель того, как Лефевро описывал рефлексию, можно проиллюстрировать на игре «Угадай в какой руке». Дети играют, подавят в руке, и другой человек угадывает. И суть того, что происходит, состоит в понимании того, какой твой противник, который угадывает, когда он вынесет. Ну и описание, представление из себя процессов сознания, которые протекают от твоего оппонента. То есть ты думаешь иногда, что если твой противник не слишком умен, то он выберет ту руку, в которой в прошлый раз, например, оказался камешек. Но если твой противник достаточно умен, он, наверное, подумает, что ты подумаешь, что он выберет ту руку, где раньше был камешек, и перевозишь камешек в другую руку. А значит, он выберет другую руку. А если твой противник очень изощренный, тогда он подумает, что ты подумаешь про него. Ну и так далее. Начинается вот эта рефлексивная игра. Так, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Ну, как бы вот эта рефлексивная игра связана с самоосознанием и осознанием сознания другого игрока, который с тобой находится на одном поле. И поэтому для Эфебра рефлексивная структура – это структура, которую можно описывать в круга мейлеров, как вложенная структура ситуации. Когда каждый обвод – это погружение вовнутрь всей ситуации рефлексивного субъекта. Рефлексивные субъекты для Эфебра – это вот такие структуры, которые она описывает. Ну и вот тут дальше развивает представления о рефлексивном управлении, в которых нам, наверное, важно знать про ранг рефлексий еще. То есть, кто выигрывает в рефлексивной игре. То есть, если мы рассматриваем рефлексивное управление, как, например, ситуацию противостояния. Рефлексивное управление – это предоставление другому оснований для принятия нужного нам решения. То есть, мы передаем другому какие-то основания, и он, опираясь на эти основания, приходит к нужному нам решению. Ну, это очень понятно иллюстрируется всякого разного рода манипуляциями, или, например, военными стратегиями, передачей ложных карт, созданием ложных объектов и так далее. Которая позволяет нам управлять как бы поведением противника на основании тех данных, которые мы нам присправляем. Поэтому у рефлексов вводят такие схемы описания рефлексивного управления. Положим, что у нас есть два субъекта А и В, которые находятся в ситуации взаимного рефлексивного управления. То есть, они конкурируют, например, и пытаются взаимно друг другу управлять. Тогда, например, ситуацию того, что А рефлексивно направляет В, мы будем иллюстрировать вот такой стрелочек. Но, в свою очередь, В может управлять самим рефлексивным управлением А. То есть, он может осознавать наличие этого рефлексивного управления. Предположим, в военной ситуации я знаю, что те карты, которые мои разведчики выкрали в штабах противника, они на самом деле не настоящие. А значит, я понимаю, что в этом моменте противник применяет ко мне рефлексивное управление, не желая, чтобы я еду в себя так, как он хочет, но я знаю про это и, соответственно, учитываю это в своих действиях. И я начинаю управлять рефлексивным управлением А. То есть, В управляет рефлексивным управлением А. Кто в этой ситуации выигрывает? В. Выигрывает В, да. Ну, как бы, дальше что может происходить? Соответственно, как бы, А тоже может осознавать эту ситуацию. Допустим, он понимает, как у него есть данные о том, что я знаю про то, что у меня ложный карты. Соответственно, я и буду исходить из этого и пытаться как бы умажуть моего соперника, но он про это знает и учитывает это в своих действиях. И он, как бы, управляет. В этой ситуации, ну, как бы, ранг рефлексии А выше, и как бы он выиграл. Бывает ситуация такая, что А погибается еще на этот ранг рефлексии выше. Да? И он, как бы, начинает воспринимать ситуацию в искаженном виде тогда. То есть, если он один раз покрывает ему рефлексивно, то, как бы, это ситуация, которая позволяет ему обеспечивать выигрыш. Но если второй раз он, как бы, применяет тот же рефлексивный выигрыш в отношении своего рефлексивного управления, он сам себя обманывает. И он попадает в эту гиперрефлексивную ситуацию, сам обманывает, когда он, как бы, слишком рефлексивен, переоценивает, в общем-то, всю ситуацию. И вот если его ранг рефлексии выше, чем на один пункт, то тогда, как бы, ситуация рефлексивного управления, скорее всего, будет неуспешная. И он рискует проиграть в этой ситуации. Вот такими схемами Эфера иллюстрировала вот рефлексивное поглощение и рефлексивные игры. Мы помним, что рефлексивное управление – это не обязательная ситуация конфликта. Она точно также, в общем-то, возможна, в связи с ситуацией сотрудничества. Ну, такие простые примеры, которые иллюстрировали мне по фокальной точке, мы рано объясняли, и если мы, как бы, пытаемся, как бы, сбежать из тюрьмы, мы, как бы, определяем, изговаривая с таким человеком, где мы будем, там, прорывать этот подход. Ну, и, в общем-то, рефлексивное судьба, то есть, умничество, и возможности, там, взаимоотвратить на управление в ситуациях. Вот. Вот такая штука с рефлексивными вещами, которая была, можно еще, там, как бы, рассказывать, там, углубляться в потокности этого дела, если это важный и интересный, то можно будет, там, отдельно, нужен человек, когда-нибудь поговорить, там, о рефевре, рефлексивное управление, рефлексивная война, рефлексивная структура и так далее. По этому поводу существует обширная литература. Сам рефевр, он в 70-х годах, он эмигрировал в Соединенные Штаты. Если я не ошибаюсь, он сейчас все еще жив и преподает в... 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 Он преподает. И в Америке он, в том числе, делал довольно интересное... И... Он продолжал вот эти рефлексивные исследования для рефлексивных структурных. И он анализировал ситуацию паралльного выбора. То есть, каким образом осуществляется этот марк. потому что эти рефлексивные субъекты имеют образ другого и образ себя. В зависимости от своих действий, которые они совершают, они могут считать эти действия добром или злым. И в соответствии с этими действиями они могут выносить оценку своим действиям и действия другого. От этого зависит их моральный статус. Ощущаем мы себя героями, лицемерами, мужецами и т.д. И вот это внесение морального фактора в систему принятия решений дает довольно оригинальную теорию того, как рефлексивные субъекты принимают решения с учетом этих моральных оценок, морального статуса. То есть к чему разные субъекты с разным этическим статусом они будут стремиться. И он тогда проводит на основании вот этого структуру, которую он задает, он проводит оценку этики Советского Союза, этической системы номер один, и этической системы номер два, то есть на которой рассматривают Соединенные Штаты. И он рассматривает какую-то просто теорию того, как строятся решения в одной и другой системе. Главный принцип отличия, который видит Лефевр в этих двух системах состоит в том, что советские люди строятся, их действия на таких максимумах, которые будут, что компромисс добра и зла для советских людей есть зум, а конфликт добра и зла есть добро. В этической системе американской, в этом законе, в общем, компромисс добра и зла есть... нет, не помню. Набора? Нет? Ну да, там он как бы ровно-набор, получается, только не помню, как бы, к чему он оценивает эти привязки. Просто... Посмотрим, да? Да, то есть компромисс оценивается вообще как добро, а конфронтация оценивается как от концу. Ну и вот на основании того, что он устраивает, например, очень забавно, эти теории того, как строятся вообще там всякие статусы социальные, моральные в этих обществах, кто как в этих обществах доминирует, кто является забывателем, кто у лицов, кто лицемером. И там оказывается такие интересные вещи, что там герой западной этической системы, он оказывается лицемером как бы в советской этической системе. Ну и как бы и наоборот, и на всякие такие вещи. Ну, дальше... Ну, и ученики есть, которые продолжали всякие эти рефлексивные судьи. Ну, это, в общем, такое богатое направление. Как бы есть. Потом эти... Этот анализ внедрялся в разные, я так понимаю, области от военных, либо всяких и практического анализа военных отношений, на оба всяких фикаризированных систем, анализа меняется решений и прочего. Если хотите, пожалуйста, я тебе не могу говорить еще одно. А вот... Ну, что происходит дальше? Да. То есть вот эти бифевровские представления, они, микрофорируясь в деятельностный подход, они были существенно пересмыслены. И основная, как бы, вот, революция, которая совершается в деятельностном подходе на отношении рефлексии, это выведение рефлексии из психологической плоскости в объективированное представление о рефлексии. То есть что происходит? То есть если раньше, до Щедровицкого, рефлексия предполагалась тем, что организует наше сознание, ну, или особое свойство человеческого сознания, да, ну, или вот эти кластерные вооруженные структуры сознания, как бы ли февра, то Щедровицкий предполагает рефлексию внешним пространством по отношению к деятельности. в которое этот деятель может выйти, то есть совершить рефлексивный вывод. Ну, как бы, вот самый главный эффект здесь, что рефлексия в данном случае это объемлющее по отношению к деятельности пространство, да, ну, внешнее, то есть другое внешнее пространство, из которого мы можем взглянуть на деятельность, как на нечто вне положенное этому пространству. Ну, это как, не знаю, выйти из этой комнаты, как бы, и посмотреть, что в этой комнате там происходит. Находясь внутри, как бы, этой комнаты, мы видим одно. Ну, выходя, как бы, из этой комнаты, мы видим совершенно другое. Но рефлексия, она, кстати, еще чем хороша, что мы видим и самих себя в ситуации деятельности. То есть, за счет такого удвоения, которое дает нам рефлексию, мы сохраняем себя, как бы, в состоянии деятеля, с одной стороны ощущаем себя там и видим себя из этого внешнего пространства, как деятель. А сами находимся в другом месте. Сложи видеозапись и про рефлексию. Ну, вот, в некотором смысле, да. Как бы, это как видеозапись деятельности, которая, ну-ка, видеозапись, в том смысле, гораздо беднее, чем сама рефлексия по отношению к тому, что происходит. Потому что, как бы, при этом мы еще понимаем в рефлексии собственные установки, которые на видео не отражаются. Как бы, наличие, отсутствие, я не знаю, мотивация, самоопределение, и так далее. Что-то понимаем про других участников этой деятельности. и вот это все, как бы, оно и вводит там с темными частями рефлексии, да. Ну, вот, тут такой один нюанс, когда я все думал, про неположенность рефлексии деятельности, да. И, ну, сразу же должен возникать вопрос отсюда. Если это внешнее пространство по отношению к деятельности, то оно где? Ну, где оно? То есть, если это не в сознании, то оно находится, то где? То есть, с локовскими психологическими представлениями рефлексии. Вроде все понятно, да. А вот как с этим деятельностным представлением рефлексии? Где оно разворачивается вообще? Где оно существует как рефлексии на пространстве? В нашем мышлении. Один ответ, как бы, в мышлении вашем. Но это, как бы, не очень радикальный ответ. Потому что, опять же, в психологических представлениях, да, мысление протекает в сознании, как бы, тут нет особого радикализма этого перехода. Вот рефлексия, она существует с коммуникацией. То есть, коммуникация, как отдельное пространство разговора про, как бы, что-то внешнее, да. Вот мы можем прямо сейчас, например, остановить то, что происходит, и попытаться разобрать это. Коммуникация с другими, или, может, с самим собой? Вот сейчас разберем этот момент баллов в коммуникации. Вот мы можем сейчас остановить то, что происходило сейчас, и спрашивать, а что мы сейчас делаем? Последние 10 минут, ну, что делаем? Вы вам объясняете про рефлексию. Я вам объясняю про рефлексию. А вы что делаете? Мы пытаемся понять. Понимаем. Точно понимаете? Ну, пытаемся. Ну, вот это, как бы, маленький такт рефлексивной работы. Мы разбирали, что было, как бы, пять секунд назад, да. В этом смысле мы оказались вынятыми из той ситуации, которая была, и чего-то там описывали про нее. Я объяснял, вы понимали. Ваше интересное. Я не знаю, на самом деле, как бы, понимали вы или не понимали. То есть я не уверен, что это было понимание. Может, мы так просто слушали и записывали, без всякого понимания. Но это не важно. Не важно. Я-то знаю, что нужно. Я-то знаю, что нужно. Неинтересно. Вопрос в том, когда вы говорите, что вы понимали, да? Если вернуться, опять же, к этой... Нет. Сказал. Ты не сказал. Нет. Ты сказал. Ты, как бы, сказал, чего я делал. Про себя-то ничего не сказал. Вы сделаете совершенно то, что вы понимали, да? Тогда еще следующий, как бы, вопрос, который я должен задать в рефлексии. А что вы поняли? Или как проходил процесс понимания, да? Тогда вы должны чего-то там по этому поводу там рассказать. Я не буду требовать... Сейчас я просто электрирую, ну, ход рефлексии, рефлексивных вопросов. То есть мы разбираемся. То есть если кто-то заявляет, что в ситуации, которая подлежит рефлексии, вот в этой ситуации деятельности, что-то там происходило, что-то там делалось, да, тогда рефлексивный вопрос, как бы, уместен, ну, тогда, как бы, надо описать, ну, чего делать. И вот рефлексия, коммуникативная ситуация, рефлексивная коммуникация, которая происходит, она, как бы, и дает нам представление о том, что же реально делалось, да, в этом месте. Она складывается в рефлексии вот с представлением участников этой коллективной деятельности, о самой деятельности, да. И вот рефлексия, она так и существует. Так и существует, как такая вот коммуникативная работа, коммуникативная практика. А тогда возникает вопрос, вот, о котором вы говорите, а индивидуальная рефлексия? То есть возможно ли индивидуальная рефлексия? Саморефлексия. Возможно. Но, как бы, мне представляется, что это происходит, как интерьеризация внешней практики, ну, и постановки рефлексии, социализации, в общем-то. То есть, раньше, ну, то есть, это не является врожденным свойством, там, человеческого, там, сознания. То есть рефлексии получаются. Вот есть люди, у которых нет рефлексии. Ну, или оно очень ограничено на рефлексии. А получается, есть же люди, у которых она, например, врожденная, что ли. Ну, вот с самого детства вот. Рефлексирует или рефлексирует человеку все время? Вот, смотри, ну, я не знаю, как оно на самом деле происходит. Наверное, как бы, в этом месте возможны вот такого рода деятельностные психологические исследования, да. Как происходит, вот, социализация и усвоение рефлексивных, рефлексивной практики. Я думаю, что это, как бы, может происходить, ну, буквально так. Как бы, когда, как бы, мама ребенку говорит, вот, иди, подумай, что ты сделал. Как бы, и пока ты стоишь в углу, ты подумай, там, как бы, это... Потом он приходит и я рассказываю это. Она говорит, да, не так было все. Ну, и вот они, как бы, начинают разговаривать. В этом моменте, ну, весь этот цикл рефлексивный, как бы, его сначала, как бы, останавливают, когда он делает какую-то штуку, там, да, ставят в угол, управляют, подумают. Потом с ним это обсуждают. Вот в этом обсуждении, как бы, у него становится, ну, рефлексивная, там, практика. Это продолжается, там, много раз, там, да, и потом это становится навыком, который человек осваивает и может имитировать это через внутренний диалог, либо через, там, диалог с воображаемым другом, или, там, с мамой воображаемой, там, и так далее. Вот каким-то таким образом, возможно, это происходит. Ну, я не уверен. Тут специальных исследований на течет, там, я не читал, но, наверное. Ну, вот такой подход возможен, да, к этому делу. Ну, и тогда, ну, от воспитания и вот социализации, там, человека, практики социализации, то, какие ситуации рефлексивные он в жизни проходит, да, возможно, складывается ему, там, больше или меньше рефлексивность, да. А в некоторых есть, там, гиперрефлексивные, там, да. Вот есть у нас в 2000-м университете Юлия Галиновская. Вот это вот человек, как бы, совершенно со скаливающим уровнем, как бы, рефлексии. Но она, как бы, находится в ситуации, вот, вот этого, постоянной рефлексивной обозгонки, как бы, всегда, что иногда напрочь решает, как бы, возможность, там, деятельность, да. Вот при этом, как бы, зато дает ему богатство, как бы, понимание ситуации часто. Ну, это, как-то, в плане шутки, по-моему, я бы сказал. Вот, с этим, ну, дальше вот с рефлексией, всякими ограничениями, там, рефлексии, когда мы сталкиваемся. Вот отсутствие вот этого, там, рефлексивного навыка и практики, там, рефлексии, там, у ряда, там, людей, там, даже сообществ, да, там, и так далее. Оно приводит, там, к забанным эффектам, да. Вот, например, там, часть людей, она может оценивать, там, внешнюю ситуацию в рефлексии, но не сами к себе. Ну, вот, например, я когда-то похожу к одному, там, достаточно известному нашему экономисту, и спрашиваю у него, а вот ты сейчас был на секции, а что на секции, там, происходило? И он отвечает, мой доклад был очень хороший. Я говорю, понятно, что, например, твой доклад хороший, но что происходило, там, в этот момент, вообще, на секции? Но он этого не помнил. Как бы, все самое важное происходило, как бы, в научном докладе. То есть, он видит себя, как деятель, например, но абсолютно игнорирует внешний, какой-то, контекст самой деятельности. Или иначе, там, ситуация бывает, как бы, когда, там, человек абсолютно игнорирует самого себя в этой ситуации. То есть, ну, чего происходило в ситуации, спрашиваешь? Ну, так, все были дураки. Как бы, ну, как бы, а в этом моменте, что ты делал, как бы, этого, там, напрочь отсутствует. И это вот такие забавные, там, вот, вещи, которые уже потом наблюдаешь в разных типах организации рефлексии. Ну, это такие рефлексивные выпадения. Поэтому, сама индивидуальная рефлексия, она всегда, вот, ограничена. Ограничена, как раз, личными психологическими, там, особенностями, ну, и эмоциональной нагруженностью каких-то ситуаций, в том числе. Особенно, если ситуация острая, то вы, так или иначе, переживаете какие-то, ну, там, дурные эмоции, там, там, и они очень сильно заслоняют. Потом, ну, искажают картину, там, действительной деятельности, которая разворачивается, действительная ситуация. Поэтому, ну, как-то, вот, если вы достаточно хорошо, как бы, владеете рефлексивной техникой, вы способны отделить это, разложить это, как бы, отдельно, там, и, там, разобраться с этим. Но это требует, там, определенных усилий, там, ну, и определенных навыков, там, в работе с этим, да. Лучше, конечно, организовывать когнитивные, там, рефлексии. То есть, если идет какая-то, там, общая сложная работа, получается, какая-то, возникает проблема, то, как бы, вот, коллективная рефлексия, общая рефлексия, она, как бы, то, что может вытянуть ситуацию. Потому что каждый раз индивидуально мы, в общем, не способны схватить целиком, как бы, все. Нам нужен взгляд, там, другой, там, с другой позиции, вот, деятельности, так, ну, ничего-то нужно, разобрать, понять и сознание. Вот, поэтому, там, в том, что мы делаем в рамках культурной политики, там, внутри ведущего университета, это, вот, организация специальных мест, физических, там, для рефлексии. Вот, там, недавно мы вернулись все, там, с проектной сессии ведущего университета. Что это тогда было? Это была организованная, там, терроруменная рефлексия. То есть, что делалось в этой рефлексии? Мы выходили из пространства вот той деятельности, которая организуется во внешнюю ситуацию. Она даже физически была внешней, по отношению. Это, как бы, уже не университета, там, сам по себе. Это, там, внешнее пространство, из которого мы с вами говорим, а что у нас там делалось? А что у нас, как бы, там, ну, получается, что не получается? Какие проблемы возникают? Какие сложности? А как нам это переорганизовать? И вот эта вот вещь, как бы, она организована технически. И если вот в психологических представлениях, если мы ограничиваемся психологическими представлениями рефлексии, мы попадаем в ситуации невозможности, в общем-то, технической организации рефлексии. Сейчас объясню. То есть, если мы считаем рефлексию свойством сознания, то я не могу проникнуть в твое сознание и организовать в себе рефлексию. Понятное дело. Понятное дело. То есть, это только сам, как бы, ты чего-то там можешь по этому поводу. Как бы, наш разговор с тобой, все равно, как бы, не справляет нас от трагической неразделенности, там, сознания друг к другу. И только внешне представление рефлексии, как нечто протекающее коллективной коммуникацией, например, оно позволяет нам технически организовать этот процесс. Вы можете только подумать то, что я подумал. Ну, вот да. Но это все равно будут мои мысли про твои мысли. Как бы, никак не объективно чего-то там, как бы, в этот момент там думаешь. Поэтому, как бы, рефлексия в своей технической организации, в деятельностном подходе, как бы, она тут описана уже как некая последовательность технологических шагов, да, прямо для кандидата. И это, как называется, там, вот, схема рефлексийного выхода о Никите Глебовичу Алексееву. Алексеев изучал, в общем-то, рефлексию по заданию учительного революции. Он одной из первых игр. Потом была оттуда выключена схема организации рефлексии по Алексееву. У нас состоит из некоторых шагов. Шаг первый. Остановка деятельности. Остановка деятельности. Попадание в рефлексивное пространство возможно тогда и только тогда, когда мы прекратили делать то, что мы делали до этого. Иначе, как бы, мы оказываемся захваченными самой деятельностью и делаем то, что предписано нормам этой деятельности, взаимодействием с другими позициями в этой деятельности и так далее. То есть мы, как бы, вертимся от ребенка в колесе. И, в общем-то, это такая ситуация трагизма, который часто возникает у деятельных, в общем-то, людей. Но они, как бы, действуют, постоянно попадая в ситуацию, когда нужно что-то делать. Вот, как бы, мы, там, организуем... Вот, возьмем каких-нибудь наших, например, политические партии, там, активные. Мы организуем работу с избирателями. Вот следующие выборы. Вот нам нужно подавать заявление, как бы, на... С избирательной комиссией регистрировать за кандидатом. Собирать подписи. И так далее проходят выборы. Нам нужно писать жалобы, как бы, на то, что у нас там неправильно посчитали голоса. Потом, как бы, нужно, там, разбираться, не знаю, с задержаниями и так далее. Организовать новые акции, там, и так далее. И это, вот, постоянное, как бы, верчение в рамках, как бы, одной деятельности. При этом сама деятельность, как бы, она из года в год очевидно неуспешна. То есть она не достигает своих целей. Да. Но они не могут про это подумать, да. Потому что, как бы, война находится внутри этого процесса. И для того, чтобы, вот, ну, подумать и осознать, а чего же не так, как бы, да, им нужно остановиться. И дальше, как бы, вторым шагом, когда эта остановка достигнута, это выход в рефлексивное пространство. И это, ну, такая, в общем, ну, и непростая вещь, особенно в сложных, там, системах деятельности. Потому что это как бы время. То есть рефлексия требует времени. А его не хватает. Выпас окруженных дел. Кажется, что если вы сейчас этого не сделаете, то потом этого не сделаете никогда. А, и поэтому, там, посмотреть, что там происходит, ну, всё-всё-всё недосуг. А это, в общем, просто потом, там, снижает эффективность самой деятельности. И время на это не нужно жалеть. То, чтобы иметь вот эти, там, рефлексивные паузы достаточно для того, чтобы относиться к своей деятельности. Следующий такт, да, третий. Это, это выведение или вынесение материала деятельности в рефлексивное пространство. То есть вот то, что происходит вот здесь, должно быть переведено, как бы, в рефлексивное пространство, да. Как это написать? Введение материала деятельности в рефлексивное пространство. Можно попросту? Да. Я же могу, например, рефлексировать вот эту свою деятельность? Или это невозможно? Или всё-таки это как-то минимально возможно? Нет. Да вообще невозможно. Ну, просто рефлексия сама по себе, она убивает деятельность напрочь. Вот Мацкевич это любит рефлексии. В общем, здесь все рефлексии не разделяются. Они в разных пространствах разворачиваются, и начало рефлексии, если это начало рефлексии, она как бы останавливает деятельность сразу же. Вот Мацкевич любит интервестировать таким примером, что вот идете вы по мосту, видите там, как бы, девушку Антоник. Ну или как бы... И вы начинаете думать, а хороший ли это человек? А нужно ли его, как бы, спасать? Настоящая ли она комсомолка, как бы, особница буржуазии? Как только начинается вот эта вот оценка и разбирательство с этой ситуацией, то вы не делосуете. То есть вы находитесь там в размышлении. И вот еще Мацкевич говорит. Нельзя одновременно любить и наблюдать себя любящим. Ну, по сути, да, я согласен, но тем не менее, я же могу спасать ее, там, быть, и то, что вы думаете, а комсомолка она там или нет. Ну, не знаю, как показывает практика, что рефлексия, она убивает как бы саму деятельность, она убивает саму деятельность. Нет, там, конечно, какие-то какие-то мысли крутятся, но это, как бы, точно не такой организованный, хороший рефлексийный процесс. Рефлексия, она, как бы, это, ну, это, наверное, надо, как бы, попасть в пару ситуаций, вот, например, методологического семинара, где вы видите, как эта рефлексия, ну, вы прямо, как бы, сейчас вот на месте, как бы, она организуетесь. Вот, например, до этого, ну, вся ситуация разворачивается, и там люди, там, с высоким эмоциональным накалом и напряжением спорят относительно какого-то вопроса, да. Они, там, рисуют, там, всякие схемы, как бы, орут один на одного, там, и тут, бах, кто-то говорит, стоп, бах, что мы сейчас делаем? И сразу, как бы, ситуация меняется. Ну, вот, как бы, люди задумываются, лица становятся такими, как бы, продумчивыми, и начинают, а, ну, дело же, это, это, как бы, тон речи сразу снижается. В рефлексии никогда не бывает агрессии, как бы, то есть, вот, эмоциональный накал, как бы, снимается, как бы, сразу же. Это совсем другой, вот, способ, там, мыслительной, коммуникативной работы, сам по себе. И там, ну, как бы, нету того, чего, вот, присутствует в самой деятельности. Энергетики, ну, поры, там, всякого рефлексия, да. Там, вальяжка, спокойная река. Следующее. Мало как бы того, что вы, вот, этот весь материал, как бы, перебудете в рефлексию. Его нужно в каких-то схемах оформить, да. То есть, это схватывание этого материала в систему рефлексия. Вот, сейчас. Ну, почему-то схватывание. Схватывание. Ну, смотрите. Одной из сложностей рефлексии, там, рефлексивной работы, является то, что для рефлексии нам необходимы другие инструменты, другие знания, другие нормы организации рефлексивной работы, чем для самой деятельности. И это значит, что, как бы, я не могу рефлектировать, там, свою деятельность, например, как преподавателя или педагога, тем инструментариям преподавательской и педагогической деятельности, которые есть. Ну, условно, передавать знания и осмыслять, как бы, способы и, там, характеры передачи нужно в разных схемах. И вот эти вот схемки, которые мы рисуем с этими человечками, там, всякими разными, то, чего мы продолжаем делать, и даже сама схема рефлексивной работы, вот эта вот, она является способом схватывания материала деятельности, да? То есть, в рефлексии, как раз, там, в рефлексии, мы можем задаваться вопросом, а что это, там, как бы, у нас, в это время, там, было на табу сознание, да? А какую норму этому дарим? Какие цели были у людей? А что там происходило? И так вот. Вот сама схема дает нам возможность упаковать этот материал. Ну, да. То есть, в некотором смысле, то есть, схема организует вот это системное представление нашей деятельности. То есть, в рефлексии, в рефлексии, вообще, что это? Ну, я бы сказал, бессмысленно. То есть, без схем, которые у вас есть. Схемы, они могут быть разными, да? То есть, вот, в деятельностном подходе, вот, есть свой аксенал схем, да? Ну, с этих и многих других. Вот эти рефеоровские схемы, это другой тип схем, да? То есть, это не деятельностная схема. У них человечков нет, например, они немного иначе там отображают характер того, что происходило в этой ситуации. Но мы можем взять рефеоровские схемы, как бы, и упаковать в них материал ситуации, который там был в деятельности. Давайте, например, мы говорим, представим себе схему, то есть, то, что разворачивалось сейчас, как схему рефлексивного управления. И разберем это, как ситуацию рефлексивного управления, да? И мы в рефлексии тогда пользуемся схемами рефлексивного управления для отображения этой ситуации. И мы из этого чего-то поймем про это, да? Чего-то с рефлексивным управлением в этой ситуации происходило. Но какая-то схема, какое-то идеальное представление нам нужно. Без этого идеального представления, ну вот, в наборах каких-то схем, мы просто не способны понять ничего, что происходило. Часто, как бы, вот, в рефлексиях, но в том числе и в таком дурном, как бы, бизнес-консалтинге пользуются исключительно психологические схемы понимания. Ну, как бы, вот, почему? Ну, потому что, вот, как бы, он обидел того, как бы, а этот, как бы, нажал на те, вот, какие-то комплексы, которые сформировались там, а вот у него статус на работе был низкий, как бы, и это его закрывало, ну, и так далее. Ну, вот, давайте, как бы, быть вежливыми, хорошими, дружными, там, ну, и... Это возможный способ понимания и организации понимания, там, этой ситуации. Но он, как бы, сильно ограничен и индуцирован до, как раз, этих, там, психологических аспектов, которые существуют в этой ситуации. Понятно? Ну, если, не знаю, может быть, я неправильно понимаю, но я думаю, что каждая схема предназначена для того, чтобы передать какие-то конкретные знания. Обычно, с помощью человечек, вы говорите, дано, что у нас будет одна информация, а с помощью эллиферовских схем придаются совсем другие знания. В определенном смысле верно, но, как бы, как бы, если точнее выражаться, что это не знания, скорее, через вот эти схемы, схемы пермичны, скорее. То есть, через эти схемы мы видим и понимаем какие-то ситуации. И в зависимости от того, какими мы схемами пользуемся, мы так и видим их. Ну, то есть, в общем, на самом деле, ты прав. Схемы, да, они схватывают и организуют это знание, которое есть. То есть, вот этот материал ситуации очень разнообразен. Ведь вот в обычной ситуации любой коммуникации происходит очень сложное взаимодействие. То есть, одновременно мы встречаемся здесь, как люди. Мы присутствуем в каких-то определенных позициях деятельности. У нас, как бы, есть, там, разные задачи. Мы, там, что-то разное делаем в этих ситуациях, с разными, там, вещами работаем и так далее. Это просто нагромождение многих планов. Вот Щедровицкий, например, расписывал как-то в книжке про организацию руководства управления 12 планов, которые необходимо удерживать ситуацию управленческой деятельности. То есть, вот если мы организуем какую-то деятельность и пытаемся управлять, то как минимум 12 планов там присутствуют. Это, там, личностный, малый и групповой, там, план, там, деятельностный, там, мыслительный, там, ну и прочее. З-з-з-з, нагромождение. И это, как вот эти кайки, французы, вот, мультик, то есть, они организуют эту картинку, она, как бы, толстая всегда. И каждую вот эту картинку можно снимать, ну, как бы, отдельно ее, там, анализировать, понимаете. Но это всегда очень сложная такая штука. Поэтому, как бы, вот, деятельностный подход и деятельностная схема, это на сегодняшний момент, наиболее развитые из того, что я знаю, как бы, там, схематический, там, философский, там, аппарат, да, который позволяет нам, то есть, осмыслять, там, организовывать, там, переорганизовывать, там, собственные деятельности. То есть, ничего, как бы, вот, лучшего в настоящий момент я не знаю, да. Ну, как бы, это мои представления, понятно, что внутри даже летущего университета, там, не все с этим согласятся. У нас когда-то тут был спор про современное мышление, существует ли современное мышление, каково оно. Вот, ну, и Проковский считает, что гербиневтика – это вот такой способ, как бы, расхематизации понимания, как у мира, такая философия, которая самая современная, самая буквальная. Мы считаем, что это методология. Ну, и, так понятно, схватим. Дальше потом с этими схемами надо что-то делать. То есть, если вы, как бы, разложили эту ситуацию, то, собственно, в этих схемах вы уже можете увидеть чего-то. С этими схемами можно работать, там, дальше как-то развивать, там, скоро-то, накладывать одни схемы на другие с этим материалом, которые есть. То есть, идет рефлексивная работа. Какова цель этой рефлексивной работы? То есть, цель рефлексивной работы – получить из вот этого организованного, там, схемы от знаний, представление, в общем-то, о том, чего нам делать дальше. То есть, если у нас возникли какие-то проблемы в деятельности, то эта рефлексивная работа позволяет установить эти проблемы и разрешить эти проблемы. А дальше, как бы, смысл того, чтобы сформировать новое представление деятельности. То есть, понять, что, как бы, нужно изменить в этой коллективной деятельности. Ну, и, как бы, тогда вот еще последний шаг – это возвращение в деятельность. Уже снова, там, реорганизованным погиблением, мы возвращаемся в ту же самую деятельность. Не можем действовать в войну. Мы возвращаемся измененными в эту ситуацию. И, как бы, наши изменения, которые мы выносим на себе с новыми представлениями понимания, мы хотим возглавлять нам иначе переорганизовать то, что было. И, таким образом, сама рефлексия способствует развитию деятельности. То, что было проблемно, спецпроблемно. Там возникали сложности. Мы понимаем, как их решить, как бы решаем. И рефлексия способствует развитию прекрасной деятельности. Вот так. Вопросы? Вопросы? Ну, вроде бы, да, да. Что-то на весне, понимаете? Вот. Тогда несколько слов о... про сам способ работы. Вот эта тема про рефлексию, которая была... Чего мы делали? Давайте отрефлексируем в темах про рефлексию. Так. И что делалось? В ходе... В ходе этой лекции про рефлексию. И просто целиком возьмем всю тему, и попробуем понять, что делалось. А. 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 Продолжение следует... Андрей, я думаю, что лучше это пополам согнуть. Да, он рисовал космические просторы. Чтобы вам было проще, я попробую задать вам схему. Мы уже ее использовали для нас, но сейчас попробуем конкретно. У нас что происходит в любой коммуникативной ситуации? Да. Есть высказывание, текст передаваемый. Есть компрессанты и компрессанты для этого текста. И этот текст передаваемый может приниматься как действие. Вся эта коммуникация, она деятельностно направлена, она чего-то меняет. Совершает какое-то действие. И это действие может совершаться, скажем, по отношению к трем пространствам. Первое – это изменение какого-то идеального плана, идеального содержания. То есть там чего-то происходит со знаниями, схемами и т.д. Там делаются какие-то высказывания. Всегда там правные действия. Разливаются какие-то идеи. Чего-то такое там со знаниями происходит, обращаются. Второе – это что-то указывается по поводу самого высказывания. То есть я говорю, например, что то, что там говорится сейчас, является положением деятельностного подхода, например. То есть само высказывание, которое было сделано, погружается, например, в определенные рамки. Дальше. В этой ситуации коммуникации что-то может происходить с деятелем. Ну и коммуникация направлена на изменение мышка, вышление деятеля либо самого деятеля. Третье – это изменение общей ситуации говорящего и слушающего. В лодочках мы в этом время две лекции находились в такой ситуации продолжение коммуникации. И, вот там надо fosse обратить. Чего тут что-то. Происходило. Я могу сказать, что посещение двух лекций. Вы нам хотели принести какие-то знания. Два минуты на этом уже грубые вопросы. Ну, давай последовательности разбирать. И нужна конкретная структура вот с чего начиналась. Да, мы конкретно отберем. Понимаете, хорошо. Все началось с того, что мы начали расположить вот эти истории с рождения психологии. Сейчас мы разговариваем про сознание. Вот. Ну вот, давай предыдуем мне идею, как я скажу. Это, как я скажу, во второй интенции, во третьей интенции или во четвертой интенции? Или в первую. Или в первую. Вот это вот то, что говорилось. Про психологию, сознание и так далее. Но что при этом менялось? Приходил я и говорил про то, что в сознании так появилась рефлексия, а потом рефлексия стала считаться тем-то, а потом она стала считаться тем-то. А вот это вдобавило к пониманию рефлексии это... Может, ошибаюсь? Возможно ошибаться, потому что учебная ситуация не воевает. Первая считация, где А есть Б. Что-то менялось с идеями и знаниями, нагораживалась целая стопочка каких-то знаний. То есть давались какие-то представления про сознание, потом что-то говорилось про само это сознание, потом про рефлексию как способ организации сознания. Это вот такая цепочка смыслов. То есть вот здесь рассло количество всякого материала в идеальном плане. Разворачивалось, увеличилось и так далее. Так, вот что я делал, когда я говорил это... Действие... То есть, во-первых, на что было рассчитано мое действие? На что направлено? Да, оно направлено было один. Это мы определили. На изменение идеального плана. То есть менялся идеальный план. Идеальный план это то, что мы вместе удерживаем. То есть это как бы ситуация нашего коллективного... Ну, кроме как сказать, мышления, ну пусть так вот. Ситуация коллективного мышления. Это там, где мы совместно удерживаем какое-то содержание, которое возникает. Содержание как бы это то, чего мы вместе удерживаем на протяжении этой лекции, как бы я вот развивал это содержание. Да. Еще человек? Получается, что у вас здесь делали значит на слушающих и на их облудование знаний. То есть, в следствие вот этих новых идеальных форм, да? Да, я что-то пытался сделать с вами как бы в этом месте. И как-то там реорганизовать то, что прежде всего у вас на того задание. То есть с этого идеального плана, работая с этим идеальным планом, я хотел поменять ваше представление, и развить ваше представление о деятельности и о месте рефлексии в деятельности. Продолжая и расширяя предыдущие... Потом уместный вопрос как бы возникает... Ну, то есть у меня хочу, чтобы вы поняли, как я это делал, да? Что я делал здесь, да? И... Чего я делал здесь? Какой был способ работы с сознанием, идеями, схемами и так далее? И какой был способ работы с вами? Вы там относите информацию. Открывается. Как? И в то же время? А. Как я это делал? Ну, рассказывал на... Рассказывал я как бы в особенном образе, да? Рассказывал я исторически. То есть я выкладывал развитие идеи какой-то последовательно от минимального кубика... То есть я брал какую-то там временную литву, которая была разделена на такт, да? И давал как бы представление. Вот возникло сознание, да? Вот возникло представление, там, о рефлексии первого порядка, там, да? Там Джона Мога. Вот возникло представление, как бы, о сознании, там, второго порядка. Вот, как бы, это представление усложнилось, там, эфевром, там, до третьего порядка. А вот, как бы, что произошло, когда, как бы, Щитровицкий, там, пришел и поделил, там, то это представление о сознании, как бы, и связал его, как бы, с внешним пространством по отношению, там, к деятельности, да? Ну, то есть, вот, условно, да? То есть мы видим, как минимальная такая идея, как бы, зарубленно она там развивалась в каком-то термологическом направлении Крым, что свернулся в современную жизнь. И мы обратным образом можем тоже последить идеи. То есть как, как бы, это происходило. То есть мы произвели то, что в технологии называется содержательные генетические реконструкции. То есть как бы происходил генетиз и развитие содержания. Как будто оно, как бы, развивалось, усложнялось, там, к тому, что, как бы, имеется сейчас. И это, как бы, особый способ, как бы, работы с, там, идеями, там, и представлениями, которые связаны с, там, содержательной генетической логикой. Так, содержательная генетическая логика – это одна из логик, которая пользуется в рамках системно-мыследеятельностного подхода. Она сильно отличается, там, например, от формальной логики. Т.е. содержательная генетическая логика, она противостояла, в данном смысле, формальной логике. Вот развитие всяких бутыристов челеской логики к, там, всякой формально-математической логике, там, и так далее. И смысл содержательной генетической логики, что она, опять же, рассматривает изменение формы и содержание одновременно знания в его, вот, таком историческом, генетическом развитии. Через это мы можем понять, ну, как оно, там, соевалось, было стало. И без этого понимания, без этой реконструкции, которую мы делаем, в общем-то, мы часто, там, не ухватываем, там, самих концептов и представлений. Это довольно часто использующийся метод работы со самим методом. Вот, книжки на скетчах, полистайте, например, там очень много такого. Или там, вот, нефиши Торетикова, нефиши Торетикова, нефиши Торетикова, нефиши Торетикова, нефиши Торетикова. Вот. Вот это, чтобы вы знали. И очень часто, в общем-то, это, в общем-то, вызывает, там, всяких нареканий. Вот, наверное, на скетчах, что он, например, не точно исторический, что он, там, неправильно интерпретирует какие-то факты, что исторически все было не так. Например, здесь не столь важна, там, не знаю, точность, там, исторического отображения этого дела, то есть она как-то важна, нельзя переверать, там, эти факты, но они всегда интерпретируются, исходя из цели и задачи, осуществляемой конструкции. То есть, вот Щедровицкий, он не просто так рассуждал про, а как вот исторически развивалась и становилась идея рефлексии. И у него было задание, как бы, ну, мы столкнулись с этим парадоксом и пониманием того, что рефлексия и там рефлексивное схватывание там деятельности, оно необходимо для рефлексивной деятельности, но оно не может реализовываться в тех же самых инструментах и методах, как и самодеятельности. А значит, как бы, нужно было понять и реконструировать, как бы, а как эта рефлексия работает вообще, как она возможна. И он, как бы, стал копаться вот в развитии идей, да. И на вот каком-то моменте, вот, вот, эфевровские, там, дискуссии, там, с Щедровицким, это была непосредственно работа с совершенствованием самого понятия рефлексии. То есть, они его разрабатывали, да, чтобы потом иметь возможность организовывать эту рефлексию. То есть, они нарабатывали методы рефлексивной работы. Вот потом, как бы, алексеевская схема, да, тактовая, шаговая, это было результатом того, чего они там намыслили и представили по поводу рефлексии. Это всегда задачная вещь, да. То есть, нам нужно решить определенную задачу, и тогда мы занимаемся всякими историческими, генетическими реконструкциями, исследованиями, там, и так далее. Без этой задачи, в общем-то, всякая вот такая, такого рода рефлексная инструкция, это схвастическое упражнение. Задачно же, когда мы там подходим к этому, но это имеет большой смысл. Знаете, или я отвлекся. Или вы немного чуть-чуть пошли от заднего вопроса. Вы спросили, как взаимосвязана первая девочка и вторая, третья? Я спросил, как они взаимосвязаны. И никак не взаимосвязаны, на самом деле. Вообще, вот эти значки на схемах, они друг другу не взаимосвязаны. Это достаточно сложная штука для понимания. Она называется топиками у Аристотеля. То есть, всякая схема – это набор мест. И эти места на схеме, они, в общем-то, с друг с другом никак не взаимосвязаны. То есть, каждый значок на схеме, который есть, он обладает своим внутренним содержанием и соотносится с разным типом материалов, которые есть. И он каждый раз обозначает что-то одно. Вот, например, деятель. Как связан деятель с коммуникацией или с коммуникативным действием, которое он производит? Вот, как в радикально, опять же, утверждает период. Никак. Потому что содержание деятельностной позиции не переносится в коммуникативный акт. Они разный период. Ну, снова вперед. Пишешь ты свою тетраду. И мы можем соотнести, мое понимание, и позицию, например. То есть, есть слушатель. Это определенная позиция. Мы можем соотнести его с тобой, как с возможным наполнением этого материала. То есть, этот значок, в данный момент, будет означать тебя. И ты что-то пишешь. Как соотносится то, что ты пишешь, с тобой самим? Ну, как бы, очень сложно. Потому что материал-то не переносится. Ты состоишь из одного материала, со своей структурой, со функциональными отношениями. А вот письмо, которое производится... Я очень слышал информацию просто, и провалы, и то, что я отменял. Ну, как бы, да. То есть, это можно, наверное, представить в какой-то другой схеме. Но непосредственно все это. Главное, что по материалу и наполнению это совершенно разные вещи. Абсолютно радикально разные вещи. То есть, то, что происходит в виде описания и означкования связи, это что-то происходит вот здесь. То есть, ты фиксируешь, снимаешь содержание идеального плана, как бы, в описании значков на доске. Фиксируешь это же движение, которое есть. Ну, вот, как это связано с деятельностной позицией непосредственно? Это всегда непростая, как бы, задача. Поэтому, как бы, вот, непосредственно, как бы, ну, нельзя вот спрашивать по поводу схем, как это влияет на это. Хрен его знает, как это. Это топическая зарисовка коммунизативного акта, да. Где, как бы, все это, как бы, описывает разное, и оно про разное, так, говорим. Но вместе, как бы, оно связывается в единую, там, систему, да. Но, как бы, эта единая система, она не сама по себе существует иногда. Она каким-то образом интерпретируется нами, которые смотрят на эту схему. Вот берем эту схему, пытаемся препарировать, или соотносить, там, эту схему, или через эту схему препарировать, что мы говорили в этих двух лекциях про рефлексию, да. И это одним образом нагруженная связь между всех этих вещей. Мы будем это интерпретировать, понимать через эту схему. Но это то, что мы привносим туда, своей интерпретацией понимаем. А сами по себе стрелочки на доске никак не связаны. Понимаешь? Хорошо. Ну, я очень правильно выводу. Они связаны. Но это был хороший момент, чтобы разобрать вот эту топическую организацию схема. На самом деле, это, как бы, очень сильный ход. И аристотелевский, который был сделан целой топикой, положение к полаганиям пространств, там, разного, как разного. И то, что из одного пространства в другое, ничего само по себе не переносится. Что необходимо, там, третье пространство, например, нашей интерпретации, которое позволяет увязывать, как бы, эти два пространства. Это, как бы, колоссально сильный ход, позволяющий организовывать мышление. Я спрашивал, что я здесь делал, то есть, каким методом я здесь работал. Вы про это поговорили. Это содержатель генетической реконструкции, содержатель генетической логики такого рода. Что я делал вот здесь, в третью интенцию? А почему на вторую? Почему сразу на третью? Ну, а что я делал во второй интенции? Какая разница, давайте по технику. Нет, ну, если ты говоришь, что я чего-то там делал, как бы, это имеет значение. Сейчас мы пытаемся, пойдёмся про рефлексируем нашу рефлексию. Мы пытаемся организовывать рефлексию по этой схеме того, что было оговорено и сделано нам в ходе двух лет. Пытаемся хорошо разбираться. Хорошо. Смотрите. Ваше первое дело. Вы предлагали сериал в историческом последовании с тем. Да? Что касается действий. В то же время вы делали перерывы и пытались с нами установить коммуникацию, чтобы понять, насколько мы поняли то, что вы изложили. Осталось третье. Да? Это третье. Почему? Осталось третье. Ну вот. А потом, в общем, это кладбол просто русского, то, что вы уже, не знаю, как сказать, рефлексируете, что ли. То, что вы нам изложили, то, как мы это помним. Ну, пока как бы до рефлексии. Да, точно. То есть, мы, то есть, я пытался там, пытаюсь, например, сейчас скорее, там, до этого и ночью, там, пытался выяснить, чего вы понимаете про сделанное и наговоренное. Иногда, как бы, в рамках, там, понимания, там, усвоения тем каких-то, я задавал вам какие-то вопросы. Ну, и ставил задачу. Особенно, когда рефер рассказывал, там, не простенькие какие-то вещи. Я там спрашиваю, а чего-то. Ждал от вас каких-то ответов. Ну, в общем-то, как бы, я не очень понимаю, что вы понимаете, там, сейчас в рефлексии. Нет. Вот, когда сейчас мы про это разговариваем, ну, то есть, когда я вижу, как вы пытаетесь работать с этим, сразу же работать, я больше понимаю, что вы реально усвоили, а что вы, как это реально усвоили. При этом, я очень хорошо понимаю сложность вообще, ну, как бы, самой эта тема и сложность, там, самой рефлексивной работы. Поэтому, как бы, не пугайтесь, там, ну, как бы, от того, что это трудно бывает. А вот про вторую стрелочку, да, как бы, там, ну, это, скорее, ритмические всегда вещи. То есть, это коммуникация, говорящая что-то про саму коммуникацию. Вот там, ну, указывается, например, на рамки, там, этого говорения, там, на контекст, на статус. Например, когда я говорю, методология – это самый современный способ мышления. Вот, как бы, в этом месте, как бы, я говорю про вот это вот. То есть, это значит, то есть, с моей точки зрения, вы должны подумать, а-а-а, блин, а-а. Как бы, значит, вот то, что сейчас излагается, это, ну, такой, передованный способ, ну, там, активное действие, недостаточно силы и глубины. Это поменится. Надо считать, надо отметить, а очень недругие. Вот. Это вот про это. То есть, э-э-э, вот эта стрелочка, как бы, это указывание, там, на статус, э-э-э, в рамки коммуникации, там, ну, и контекст. Что-то про дьюсер. Что-то еще? Что-то я вот по второму, не совсем. Коммуникация или коммуникация? Ну, смотрите. Ну, право по второму стрелочке, да. То есть, это право про ее старту, по старту самую коммуникацию, да? Да. То есть, по второму примеру, вот такой пилотиле какой-то. Вот, э-э, я говорю, э-э-э, то есть, то, что я вам излагал. Да. Излагалось в рамках темно-мысле деятельностного методологии и денежностного подхода. Так. Да. Вот это высказывание, да. Ну, все, что говорилось при этом. То есть, это вторая стрелочка, да? Нет, это еще не вторая стрелочка. Вторая стрелочка, вот, когда я говорю. И то, что я вам говорил, является самым передовым знанием. То есть, я указываю, я не развиваю какое-то содержание, я не добавляю ничего, но я, как бы, говорю что-то про саму эту ситуацию. То есть, вы, как бы, даете личную цену оценку вот этому, да? Да. То есть, типа того, ну, как бы, другой пример, на каких тонах там происходит коммуникация, это вот эта вторая стрелочка, да? Ну, да, всякие риторические приемы, как бы, подъемы пусками голоса, и так далее, это... Ну, с эмоциями, как бы, не очень, но всякие риторические приемы, там, это да, это сюда. Ну, и так, эмоциональный ряд сюда там может вкладываться, как организация. То есть, какие-то убеждения вот эти вот, да? То есть, это тоже получается, да? Ну, вот, все сюда, да. Все, понимаем, да. Или, например, там, вот мы сейчас там поговорили, там, прошли вопросы, и я могу, там, дать характеристику, там, и я говорю, о, это очень хороший вопрос, привет. Или, о, это глупый вопрос, да. Это оценивает коммуникативные арки, которые завершены. Ну, относительно, относительно относительно самой этой коммуникации. Ну, это, мы постоянно прибегаем к такого рода вещам коммуникации, просто мы всегда четко это, там, раскладываем, это, там, отделяемо одно от другого. Ну, вот, когда вы слушаете, вы можете, там, фиксировать эти вещи, там, хорошо. Я говорю, о, ну, сейчас, например. Сейчас, например, ничего не происходит здесь, там, да. А, например, вот, чего-то происходит вот в этой, там, совместной, там, всей ситуации. А, ну, общего говорения. А, вот я помню. Ну? Ну, когда вы, когда она сказала, что вы рефиксируете то, что вы сказали, это как вы говорили? Ну, вот, например, с четвертой стрелочкой, это вот последний такт вот этой, длящейся вот этой нашей облоги. Когда мы уже перестали разговаривать про рефлексию, а пытаемся немножечко порефлектировать саму ситуацию на основании этой схемы. Вот, и это, как бы, существенно променяло саму ситуацию на основании. То есть, до этого она была такой, чтобы сказать, лекционной, там, а после этого настала такой, как бы, рефлексив. И здесь происходит, ну, как бы, освоение немножко другого. Чувствуете, как бы, разницу того, что осваивается в рефлексии, как бы, и что, как бы, осваивалось, там, до этого, до рефлексивной ситуации. То есть, до рефлексивной ситуации, как бы, мы, вот, работали со знаниями всякими, там, чего-то там, как бы, возможно, там происходило, как бы, у вас там, менялась на вашем воздухе на интересе. А дальше, как бы, когда идет, там, рефлексивная ситуация, в общем-то, ну, здесь, вроде, то же самое, как бы, осталось, да, как бы, здесь тоже, вроде, как-то, чего-то осталось. Но, вот, как бы, работа происходит, там, рефлексивная ситуация, скорее, как бы, ну, с нами, с нами самими, тогда, с, там, самой ситуацией. Предметом, вот, там, разбирательства нашего, вот, например, когда мы говорили про, там, метод работы на доске, которым я пью по содержателю генетическую логику, то мы говорили про, вот, ситуацию, да. Ситуацию того, как я работаю. Мы про рефлексивную ничего не говорили. Мы говорили про ситуацию того, как я говорю про рефлексию. И это разное содержание, то есть, которое мы усваиваем в чистой деятельности ситуации и, например, там, рефлексивную. Чувствую диагнозу богатства, рефлексии и действия. Какой-то потенциал. Более того, как бы, рефлексивно вы пробуете, например, работать сейчас со схемой. Тыкая пальчиком на схему, возвращаясь к реальности, которая была, что-то говоря про эту реальность, но потом обсуждаем, как так это или не так, как это было, это не было, что происходило там, ну. Это вот работа со схемой. Мы видим ситуацию лекции про рефлексию в схеме коммуникации. Угу. 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 Ну что, есть соображение, вопрос, желание высказать критические замечания? Угу. Ну да, хотя... Что имя? Ну, полностью всё то, что мы проговорили по этой схеме. Всё, что имя. Ну, стрелки здесь. Смотрите, первое сделка. Там устанавливаем вот A есть B. То есть, мы конкретно берём, что мы брали, рефлексиве. И вот эта историческая последовательность ему всё время как-то дополнялась, 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 да? Потом, далее, вторая стрелка. Тут вы сказали, что устанавливается коммуникация над коммуникацией. Вы сначала рассказывали, рассказывали, рассказывали. И потом сказали, как это всё классно, что я рассказал. Как-то так, да? Потом 10 стрелок. Это установление... Ну, то есть, вы устанавливали, насколько мы поняли то, что вы сказали, правильно? Ну, в том числе, да. Я воздействовал на то, что... То есть, я как-то пытался организовывать ваше понимание. Да, понимание, да. Четвёртый стрелок. Я пишу. Это основная ситуация. Вот паспорт. Что в комнате? Ну, то есть, была ситуация. Вот, вы помните, что я пришёл. В какой-то момент... Была ситуация лекции. Была ситуация лекции, да. Потом я вроде как рассказал вам всё про рефлексию. Да. И сказал потом, как бы, что... А давайте теперь разберёмся. Это уже другая ситуация. Началась совсем другая ситуация. То есть, вот, как бы, я променял, как бы, одну ситуацию на другую. Потому что, вот, если мы закончили, как бы, началась там другая ситуация. И мы оказались другую ситуацию. И начали с этим разбираться. А дальше уже мы можем строить третью ситуацию. Рефлексия над рефлексией. То есть, я говорю, вот, сейчас мы заканчиваем вот эту рефлексию, которая была, и посмотрим, а что мы сделали? Как бы, в этой рефлексии уже со мной. И что, какие здесь главные изменения происходили? А главные изменения происходили, в основном, как бы, с вашим действием, да. То есть, вы, как бы, уже пытались через эту рефлексию поработать со схемой. Ну, это вот, получается, рефлексия над деятельностью. А потом уже было, да, если дальше, то рефлексия, то рефлексия, да. Да. Ну, все, начали. Ну, что?